Это Вести.Нед, студия Филипп Трофимов. Российская часть Википедии множится форками. Официально объявлена о скором запуске проекта РУВИКИ, который стартует именно как форк, то есть ответвление большой Википедии. Оттуда взято почти 2 миллиона русскоязычных статей, которые легли в основу РУВИКИ. Как это все происходит, в интервью нашей программе рассказал создатель и руководитель новой отечественной онлайн-энциклопедии Владимир Медейко. Он же на тот момент глава Вики-Медиа.РУ, то есть некоммерческого партнерства, который ведет, собственно, русскоязычный сегмент Википедии. Поставили на своих серверах. И потом, безусловно, началось редактирование и приведение статей к тем требованиям, которые есть в нашем проекте. В процессе переноса статьи редактировали и редактируют до сих пор. По словам Владимира Медейко, в Википедии есть различные механизмы обеспечения достоверности и нейтральности, однако события последних полутора лет создали на них невероятное давление. Мы хотим обеспечить достоверность и нейтральность статей. Соответственно, приходится вести определенную работу для того, чтобы это сделать. Мы хотим добиться такого уровня качества, чтобы школьники и студенты могли ссылаться на материалы в своих работах и, соответственно, их учителя и руководители не выражали против этого. Запуск проекта запланирован на июнь. Управлять РУВИКи будет российское юрлицо. Сейчас, помимо создания и редактирования статей, команда проекта работает и над формированием пулы экспертов. Это могут быть как волонтеры, в том числе, возможно, из тех, кто работает над Википедией, так и профессиональные редакторы. Надо заметить, что это уже третья русская интернет-энсклопедия. В прошлом году бывшие редакторы русскоязычной Википедии запустили Руниверсалис, а зимой Минцифра пообещала создать еще один аналог знания. Что же до новой РУВИКи, то сам ее анонс в некоторой степени вышел за рамки сугубо технологической или академической истории. В Викимедиа.ру посчитали неожиданный запуск собственного проекта собственным директором неэтичным и тут же пообещали лишить его полномочий в большой Википедии. В РУВИКи сказали, что не понимают такой реакции, а Владимир Медейко свой пост покинул сам. Ну а объявили о создании РУВИКи в рамках российского интернет-форума, старейшей отраслевой площадки, главный доклад, на который традиционно подводят итоги экономики РУНЕТа за минувший год. Так вот, за 2022 отечественный сегмент интернета вырос в деньгах без малого на 30%. Это немного меньше, чем за два предыдущих периода, но все равно стабильный и более чем заметный рост. Как посчитали в Ассоциации электронных коммуникаций, вклад РУНЕТа в экономике страны превысил 12 триллионов рублей. И большая часть этой суммы, то есть 11,5 триллионов, это то, что исследователи относят к понятию электронная коммерция. Сюда входит, собственно, онлайн-торговля, причем как маркетплейсы, так и магазины, так и продажи товаров и услуг непосредственно между пользователями, электронные платежные сервисы, онлайн-турагентства, транспортные и профессиональные услуги, доставка еды и продуктов. Все это суммарно выросло на треть. В основном, потому что аудитория продолжает переключаться на онлайн-торговые площадки. Впрочем, если говорить именно о росте, то тут лидером стал раздел инфраструктуры и связь. По вполне очевидным причинам, переезд пользователей на отечественные облачные платформы и развитие государственных проектов позволили этой отрасли увеличиться за год в половину. Это теперь почти треть триллиона. Но не все так радужно. Есть и потери, и довольно серьезные. Больше всего за минувший год пострадал сегмент медиа и развлечений. Вклад онлайн-игр в экономику страны сократился почти на 80%, до 20 миллиардов рублей. 40% потеряли музыкальные сервисы. Немного на 10% просел рынок интернет-рекламы, переживающий сейчас реформу и введение маркировки, с которой, по данным авторов исследования, не все участники рынка разобрались и не все новые правила выполняют.